Это программа День с Толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Под ударами санкций что происходит с запасами лекарств в аптеке? Отсрочка от армии, льготная ипотека и освобождение от налогов. Что барнаульские айтишники думают о новых мерах поддержки? Барнаульские подснежники. Куда обращаться, если железные брошенки отравляют вам жизнь? В Госдуме сразу в трех чтениях сегодня приняли закон о фейках, касающихся действий российской армии. Теперь за публикацию недостоверных сведений грозит до трех лет колонии. А если фейк распространялся с использованием служебного положения группой лиц или группой, которая искусственно создала доказательства, обвинение будет жестче от пяти до десяти лет лишения свободы. Кроме того, запрещено дискредитировать российские вооруженные силы. За первое нарушение будет грозить административная ответственность. За последующий штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Роскомнадзор напоминает, что СМИ должны ссылаться только на официальные источники. И уже есть издания, в которых удаляли слово «война» или «нападение». Несколько независимых СМИ заблокированы или вынуждены прекратить вещание. Между тем, от европейских санкций страдает все большее количество сфер. Одна из них – автомобильная. Представительства автобрендов закрываются, дорожают запчасти. Артем Гусильников разбирался в том, что ждет российский и алтайский рынок в ближайшем будущем. BMW, Volvo, Jaguar и Mitsubishi – это лишь часть автомобильных брендов, которые замораживают деятельность на территории России из-за проведения властями специальной военной операции. Также по авторынку бьет и снижающийся курс рубля. Многие владельцы находятся на распутье. Автомобилисты поделились на два лагеря. Одни говорят, что машины теперь будут супердорогими, потому что есть дефицит, особенно иностранного производства, редкие и так далее. Другие говорят, что надо продавать дорогие машины и пересаживаться на более дешевые. Алексей уверен, в итоге подорожают и некогда дешевые машины. Из-за невозможности приобрести новые автомобили с салона начнет расти цена на авто с пробегом. Уже сейчас, например, стоимость популярной в России Toyota Camry подскочила на 200-300 тысяч рублей. Автомобили на вторичном рынке подорожали примерно 20-30%. Можно с уверенностью сказать, что ценник будет еще расти. В любом случае, автомобили будут продаваться, выушенный авторынок будет подниматься ценник. По словам специалистов, в цене поднимутся не только сами машины. Это затронет также запчасти и комплектующие. Уже сейчас цена на некоторые из них возросла на треть. При этом в ближайшее время магазины могут столкнуться с временной нехваткой товара. Все производители взяли некую паузу, потому что понимают, что, скорее всего, будут перебои с поставками. Я думаю, что китайский рынок нам поможет в этом плане. И большинство запчастей уже делают достаточно хорошего качества. Единственное, что потребуется какое-то время на то, чтобы они расширили свой ассортимент продукции. Китайские автомобили могут стать заменой, ушедшим из России европейским и американским маркам, считают эксперты. Однако, чтобы они зашли на рынок и заработали доверие покупателей, нужно время. А значит, автолюбителям придется искать аналоги и привыкать к новой ценовой политике. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В регионах России заявляют, что в местных аптечных сетях создают двухмесячный запас лекарств. Объясняют это просто, чтобы сдержать рост цен и, цитата, снизить градус паники граждан, который наверняка появился после введения самых разных санкций в отношении России. Мы решили узнать, что происходит в фармацевтической сфере Барнаула. Передаю слово Анастасии Дороган. Берем полоску, вставляем вот в эту дырочку, нажимаем на вот эту кнопку вот так, а теперь на белую. Андрей уже сам может объяснять, как измерять уровень глюкозы в крови. Ему шесть, пять из них с диабетом. А дальше убираем полоску и выкидываем в ее кусочки. Чтобы организм усваивал глюкозу, нужно колоть инсулин. Этот аппарат сам определяет нужный момент. И можно без уколов, только с помощью помпы. Очень удобно, потому что график, допустим, сахаров он всегда виден. Отец мальчика Вадим Жигульский рассказывает, что помпы, расходные материалы им предоставляют бесплатно. Аппарат импортный. О чего семья сейчас и переживает. Вот сегодня у Андрюши ночью был низкий сахар, упал сахар. И помпу, мы-то спим, помпа сама, замеряя сахар, она отключила ему подачу инсулина. А вот, допустим, российская помпа, она как гнала, так и будет гнать. Потому что еще не доработано. Потому что мы немножечко отстаем в этом. И говорить о полноценном импортозамещении, наверное, не приходится. А барнаулиц Денис входит в еще одну категорию, чья жизнь зависит от зарубежных лекарств. У него пересаженная почка. И санкции усложнили ситуацию. В регионах страны уже дана отмашка создать лекарственный запас на несколько месяцев. Об этом говорят в Екатеринбурге, Челябинске. Алтайский Минздрав не стал встречаться с нами по этому поводу. По его информации, Россия обладает достаточным запасом препаратов. Россия готова продолжать конструктивное взаимодействие с теми иностранными компаниями, которые не планируют ограничивать свою работу. Для них, в частности, продолжает действовать правило. Больше уровень локализации производства внутри страны, больше преференций. Пока все препараты вроде бы есть. Нерковыраженные дефектуры я не наблюдаю. Но мы еще как бы маленечко затарились. В основном доля импорта к отечественным препаратам 40 на 60. Наши лекарства шагнули далеко вперед. Их чаще выбирают пожилые, а молодежь доверяет зарубежным, говорят в аптеке. Но если дефицита нет, то встает вопрос цены. Замечают ли ее рост? Нет, пока еще не заметила, потому что я в аптеке не хожу. Я народными с вами лечусь. А известно что-нибудь, когда будет перерасчет, еще что-то? У нас не будет. Тем не менее, нам известно, что в нескольких аптеках города уже прошла ревизия. Ситуация не критичная, но и не хотелось бы ее ухудшения. Ведь даже если препараты и аппараты отечественные, то ингредиенты и комплектующие часто зарубежные. Временное освобождение от налогов, отсрочка от службы, льготная ипотека. Министерство цифрового развития страны предложило правительству программу поддержки IT-отрасли в условиях санкций. Такие решения должны не только способствовать развитию IT-компаний, но и удержать разработчиков в России. Что думают о программе барнаульские айтишники, расскажет София Яценко. Защита информации, персональных данных, гостайны. 13 лет IT-компания Павла обеспечивает информационную безопасность. Также занимается импортозамещением программного аппаратного обеспечения. Внедряют продукты российских компаний на территории других стран. В связи с санкциями, которые наложили на отрасль, Минцифри решила поддержать айтишников. Программы, которые гарантируют в том числе и снижение налогов. Вот только оценить такую поддержку, по словам Павла, пока сложно. Если компания находится на общей системе налогообложения, допустим, как наша, мы понимаем, что да, у нас есть налог на прибыль, и, как говорится, нам его снижают. А если большинство IT-компаний находится, например, на упрощенной системе налогообложения, либо на системе дохода минус расходы, то есть каким образом им поможет отсутствие налога на прибыль, либо их пододвигают к переходу на общую систему налогообложения. Денис руководит двумя барнаульскими IT-компаниями. Одна занимается разработкой сайтов, другая – веб-сервисов и сетевых приложений. Он считает, что подобные меры принимать нужно было уже давно. По его словам, это бы способствовало уменьшению трудовой иммиграции за рубеж. Мы продаем ресурсы для того, чтобы получать деньги. Вообще-то надо продавать высокоинтеллектуальный продукт. И поддержкой этой отрасли является вообще поддержкой всей экономики. Потому что эта отрасль, будучи во многом экспортно-ориентированной, она фактически привлекает денежные средства в страну, которые потом делают многократное количество оборотов и налогами покрываются многократно. Компания «Дмитрия» занимается разработкой программного обеспечения и игр. В штате порядка 120 сотрудников. Основная часть работает в Барнауле, остальные – в других регионах России. Однако есть кадры, которые находятся в Беларуси, Латинской Америке, США и Мальте. Уже сейчас из-за санкций начались проблемы с банковской сферой. Невозможно осуществить денежные переводы. И такая программа поддержки, считает мужчина, не гарантия хороших перспектив. Я бы сказал, что это меры мирного времени, вот так скажем. То есть, если бы сейчас все было хорошо и не было вот такой ситуации, то, наверное, бы вот эти дополнительные меры поддержки, они бы дали еще более сильный положительный эффект. Но проблема, что в данной ситуации я вижу проблему IT-компании не в том, что они там платят сильно много налогов, а проблема в том, что им нужно, возможно, не с чего будет в принципе платить налоги. И все же руководители IT-компании отмечают, в сложившейся экономической ситуации важна любая поддержка, так как многие сотрудники рискуют покинуть эту сферу, особенно те, чьи клиенты были преимущественно из стран зарубежья. София Иценко, Алексей Фризин, День с толком. Огромная георгиевская лента в виде буквы «З» появилась в Барнауле. Накануне ее развернули на Нагорном парке представители Барнаульского отделения «Единой России» и «Молодая гвардия». Подробнее об акции в нашем сюжете. Сегодня огромная георгиевская лента в виде буквы «З» появилась на въезде в город. Напомним, что точно такой же знак теперь располагается на технике российских военных, которые сейчас на Украине. Как недавно пояснили в Минобороны России, символ означает фразу-девиз «За победу». Позднее буквы стали использовать в разных городах на флешмобах, чтобы поддержать вооруженные силы страны. Так региональное отделение «Единой России» совместно с «Молодой гвардией» не только развернули буквы с георгиевской ленты, но и разместили хэштег «Своих не бросаем». Президентом Российской Федерации принято решение о проведении специальной операции на юго-востоке Украины и поддержке жителей Донбасса. Именно поэтому здесь сегодня под буквами Барнаула развернут символ «З» – это символ нашей армии, и мы за мир. В акции приняли участие и другие молодежные организации – театр танцев «Ванда Мария», «Кадеты» и «Волонтеры Победы». Анна Рашагирова, День с толком. И к другим темам. Дорожники не могут почистить улицу, автомобилисты припарковаться. Барнаульцы жалуются на брошенные машины во дворах и на центральных городских улицах. Валентина Аскерова выясняла, куда обращаться жалобы на подснежники и имеют ли право инспекторы их эвакуировать. Я думала, в спячку зимой ложатся только медведи, а нет, оказывается, и легковые машины. Вот такие подснежники, брошенные собственниками в городе – не редкость. Колеса вросли в лед, бампер прожавел. Улица Молодежная, Никитина, проспект Ковсомольский, практически весь центр города украшает автохлам. Пешеходы, может, не замечают подснежники, а вот автомобилистам железные цветы нравятся не слишком. Все мешают, я люблю. А чем прежде всего? Ну, хотя бы тем, что они занимают парковочные карманы, хотя бы тем, что они портят внешний вид города, стоят, гниют. Подъедешь, а она стоит просто так, не подъехать, не припарковаться. А в городе таких машин много? Замечали? Замечал, да. Ну, особенно возле двухэтажек, там, трехэтажек много. Она стоит, может, он куда-то уехал, а полностью с снегом завалена. Помимо дефицита парковочных мест, в палки в колеса владельцы заброшенных машин вставляют дорожникам. Хорошо почистить городские магистрали последние не могут, жалуются люди. Во дворах не чистить, и дороги не могут чистить. Лучше вовремя убирать их. Как удалось выяснить, заброшенные машины в отчин администрации города, полиции, госавтоинспекции. Если владелец автотранспорта поставил свой автомобиль без нарушений правил дорожного движения, то он может стоять там сколько угодно. Ограничений по временному для этого нет. Если же автомобиль не нарушает правила, но мешает движению транспорта, движению пешеходов, также к нему могут приняться меры по устранению нарушения. К примеру, если заброшенный автомобиль стоит под знаком «работает эвакуатор», то машину эвакуируют. Если транспорт мешает движению, стоит посреди дороги, то инспекторы будут принимать решение о его дальнейшей судьбе. Что касается подснежников, которые ничего не нарушают, то конкретных мер реагирования к ним пока не применяют. Сотрудники ГИБДД и жители краевого центра надеются, что в перспективе санкции к владельцам таких авто введут на уровне закона. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. В техническом вузе края с нового семестра появятся цифровые деканаты, электронные зачетные книжки и внутренний портал, который будет работать по принципу телеграм-канала. Об этом ректор Андрей Марков доложил ученому совету во время своего годового отчета. Так технический движется к цифровому университету. В рамках стратегии вузовских трансформаций до 2030 года по ней же внедряют дистанционное обучение, разрабатывают онлайн-курсы, которые бы использовали и другие вузы. Университет увеличил количество мест на популярные направления, информационные и химические технологии, наземные транспортно-технологические средства. Стало больше целевиков, а вот общее число студентов уменьшилось. Среди основных задач вуза ректор видит создание современного кампуса. Для этого университет обновляет общежития, ремонтирует аудитории и лаборатории. Накануне 8 марта стало известно имя маленькой особенной мисс. В Барнауле впервые прошел конкурс красоты среди особенных девочек. У многих диагноз ДЦП. Правда, для конкурсанта кон ничего не значит. Анастасия Наборчикова знает имя победительницы и сейчас расскажет. Шквал оваций и аплодисментов. На сцене 10 особенных девочек. Через минуту одна из них узнает, кто стала принцессой красоты. Вероника любит шахматы, а Катя и Арина изучают языки. Конкурс визиток познакомил зрителей с конкурсантками. Оказалось, что Вика играет на фортепиано, а Ева увлекается фокусами. Девочкам мы сказали, что вы ничем не отличаетесь от здоровых детей. Будет настоящий конкурс, настоящая борьба за настоящую корону, как в обычном конкурсе красоты для обычных здоровых детей. У нас есть две девочки, которые не ходят. Они не ходят даже с поддержкой. Они изъявили желание сами участвовать, даже не родители. Стихотворение Даша посвятила маме. В этот момент жюри не смогло сдержать слез. Конкурс талантов показал упорство девочек и волю к победе. Пока Аня подпевала весь зал, за кулисами Даша и Настя готовились к выходу. Всегда буду петь, потому что мне это нравится. И как тебе ты вышла в первый раз на сцену? Что почувствовала, когда все хлопать начали? Ну, просто как бы я с одной стороны стеснялась, а с другой стороны мне было хорошо, что меня поддерживают. Так как мы не совсем хорошо ходим, нам было очень трудно держать осанку, идти по сцене, и мы теперь хотим стать моделью. Вообще мы настолько благодарны проекту «Мехутка». Это вот самый добрый проект. В нашем классе все ребята любят отличиться. Кто рисует, кто поет, лишь бы не учиться. Кульминацией стал выход в бальных платьях. Маленьких принцесс сопровождали известные мужчины. Журналисты, бизнесмены и даже призеры Олимпийских игр. Жюри совещалось долго, но решение принять было необходимо, ведь конкурс самый настоящий. Титул «Маленькая особенная мисс» получила наша героиня Дарья Лукьянова. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. В Молодежном театре Алтая готовятся к премьере мюзикла «Фауст» московского композитора Александра Шевцова. Спектакль в таком жанре здесь покажут впервые. Как готовятся к музыкальной интерпретации одного из самых знаменитых произведений, расскажет София Яценко. «Какой же вы спаситель!» «Какой же вы целитель!» «Вы просто хитрый жули, шамотан и сладкий!» И это все о нем. На сцене Молодежного театра Алтая готовятся к одной из самых ответственных премьер этого сезона – к спектаклю «Фауст». Постановку решили сделать в жанре мюзикла, что для артистов в новинку. Много хореографии и вокала. Режиссер не скрывает – такая интерпретация – дело действительно не из легких. «Чем больше сложностей, тем интереснее их решать, тем больше мы растем. Мы ставим себе выше планку, мы пытаемся ее преодолеть, подтянуться еще разок. И только так наши мускулы крепнут. И только так мы интереснее тем, кто приходит в зал». Заявленный уровень спектакля высокий, поэтому и требования к оформлению были соответствующими. «Спектакль очень сложно устроен, поэтому основная сложность в костюмах заключается в том, чтобы соответствовать происходящим событиям в процессе спектакля. Поэтому вот эти вот все стыковки, смычки, переходы, вот они должны быть простые, понятные. То есть костюмы должны быть в эксплуатации совершенно удобные и ясные». «Объем работы огромнейший, до сих пор еще делаем. И там, наверное, как с большими сиями спектаклями, здесь, скорее всего, будет до последнего этого момента. Здесь сами головные уборы, они по своему покрою. Изготовление занимает вплоть до 4-5, бывает, неделю уходит на день головной убор». Создатели мюзикла не скрывают, от спектакля ждут большого успеха. И надеются, что барнаульский зритель оценит их старания по достоинству. Ну а пока репетиции в МТА продолжаются. Примерные показы с 18 по 20 марта. На этом у меня все новости. Смотрите нас на YouTube и YouTube каналах. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире. Примерные показы наши bum greenhouse. «Ивалар» Продолжение следует...